Это вам не монополия, это монополия-сделка. В коробке с игрой есть только 110 карт. И с помощью этих карт мы проведем турнир. Первыми собирать три комплекта разноцветной недвижимости будут Тонировочка и Соляроч. Ну что же, у Тонировочки стартовая рука вот такая, это пять карт. И в начале своего хода она берет две карты. Раз, два. Ну что ж, давайте выполнять действия. Для начала в банк отправим три миллиона. Но это еще не все. Давай и пять миллионов также отправим в банк. Это второе действие. И третьим действием, ну давай, Казанскую железную дорогу выложим перед собой. Вот уже и первая ветка построена. Солярыч, что ты там, что ты там загораешь? Давай-ка получай свои пять карт. Но это стартовая рука. А теперь твой ход начинается с того, что ты берешь две карты. И давай-ка миллион ты сразу отправишь в банк. Это первое действие. Вторым действием, давай пройдем вперед. Вытянем две карточки. И да, все еще по-прежнему мало денег. Ну давай, давай-ка мы сделаем, знаешь что? Давай карточку действия дом мы превратим в деньги. Это три миллиона. Вот и третье действие закончено. В конце хода у каждого игрока должно быть не больше семи карт. У Солярыча шесть. Две карты берет тренировочка. И вот они, четыре миллиона, отправляются в ее банк. Давай мы, знаешь как сделаем? Заставь любого игрока заплатить тебе пять миллионов. Вторым действием, пожалуйста, сборщик долгов. Пять миллионов. Да, но всего-то четыре. Все, что есть, отдает нам. И третье действие, давай пройдем вперед. Третье действие, берем две карты, смотрим что там. И уже сыграть ничего не можем, потому что три действия завершены. Солярыч, Солярыч, бери две карты. Ну и для начала, конечно, давай сегодня твой день рождения. Каня, два миллиона получи. Первым действием два миллиона. А есть ли у нас два миллиона? Нет, есть только три, но мы отдаем три. Сдачи не надо. Теперь, теперь давай, давай подумаем. Ого, опасно строить вот такие дорогие объекты, потому что сейчас потребуется заплатить пять миллионов или два миллиона, и придется отдавать собственность. Поэтому, может быть, все-таки возьмем... Давай подумаем, что можно здесь сделать. Пара секунд, и Солярыч все придумал. Для начала вторым действием он строит Рижскую железную дорогу. И третьим действием, да, он выбирает один из этих цветов. Он выбирает черный. И все игроки платят тебе ренту за всю твою собственность данного цвета. Пока что, видишь, нужно заплатить один миллион тонировочки. И вот он, один миллион перешел в банк Солярыча. На этом ход Солярыча завершен. И две карты берет тонировочка. Ну, что, давай сделаем так. Давай сделаем. Первым действием Смоленскую площадь построим. Вторым действием... Вторым. Давай пройдем вперед и посмотрим, что там за карты. Вот три миллиона. Это уже получается третье действие. И в банке уже много денег. Это хорошо. Так, Солярыч, пожалуйста, две карты возьми и что-нибудь сыграй. Ну, что ты сможешь сыграть? Давай сыграем полянку. Первым действием. Вторым действием сыграем ренту. Выберем вот этот цвет полянки. И один миллион попросим у тонировочки. А у нее нет миллиона. И она вынуждена отдать либо вот эти три, либо отдать вот эти два в качестве оплаты. Но тогда это попадет не в банк, а вот сюда. В собственность Солярыча. Ну, ладно. Три миллиона. Забирай. Не жалко. Это было второе действие. Первым действием построили. Вторым действием взяли ренту. Ну, а давай-ка мы... Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Давай-ка мы поменяем, поменяем любой объект своей собственности на любой объект собственности другого игрока. И мы возьмем вот это, дадим, а вот это у него возьмем. И уже у нас тут, да, у нас уже два объекта собственности. Это было третье действие. И вот уже две карты берет тонировочка. Давай посмотрим, что можно сделать. Давай вот как сделаем. Первым действием универсальная собственность продолжает желтую улицу. Теперь мы возьмем вот такую ренту, да, ренту. Смотри, выбери один из этих цветов. Мы берем желтый. И пускай все платят тебе ренту. Четыре миллиона. Ну, четыре миллиона, да, конечно, вот они, четыре миллиона. Есть. И еще... Ай-яй-яй-яй-яй. Надо было вот что сделать. Надо было взять, положить еще сюда. И уже шесть миллионов нужно было заплатить, да. Но не досмотрел. Ладно, не досмотрел. Давай пройдем. Нет, давай с рейтингу построим. И это будет третье действие. Солярыч, две карты бери. Так, просто скажи, нет, хорошая карта понадобится, когда против тебя сыграют карту афериста. Ну, а теперь давай-ка мы тоже что-нибудь подзаработаем. И для начала построим Кутузовский проспект. Раз. Теперь мы построим водопровод 2. И ренту, ренту соберем с железной дороги. Два миллиона заплатите нам. Два миллиона. Два миллиона нет. Три миллиона есть. Получите. Тонировочка. Так, тонировочка. Сейчас тонировочка. Давай сначала пройдет. Первым действием пройдет вперед. Возьмет еще две карты. Так. Давай-ка мы возьмем вот так. Смотри. Это второе действие. И третьим действием рента. Рента. Сколько здесь у нас? Шесть миллионов. Можно просто сказать нет. Но пока придержим эту карту. Шесть миллионов отдадим. Шесть миллионов отдали. И Солярыч говорит, я разорен. Я разорен. Но это пока. Сейчас мы будем... Давай, смотри. Раз действия. Два действия. Три действия. Все три действия. И три карты собственности перед Солярычем. Так. Тонировочка. У тебя уже места нет, куда тут располагать эти карты. Поэтому давай так. Первое действие. Раз. Второе действие. Два. Ну и что тут рента? И третье. Да. Рента. Смотри. Рента. Все игроки платят два миллиона. Потому что два миллиона. Он говорит. Просто скажи нет. Я не буду платить. Ну ладно. Хорошо. Твое право. Не платить. Две карты взяли. Миллион в банк. Два миллиона в банк. А вот эту карту... Ну что, сыграем. Вот таким образом перед собой. Вот так. В следующий раз Солярыч возьмет себе сразу пять карт. Две карты берет. Тонировочка. И... Угу. Ну, давай так. Три миллиона в банк. Раз. Три миллиона в банк заплатили. Давай-ка возьмем вот так вот. Зеленая есть. Да. И синяя тоже есть. Давай. Вторым действием. Ленинградскую железную дорогу. И третье действие. Посмотри. Здесь у нас три миллиона нам нужно заплатить. Потому что у нас вот такой синий цвет ренты. Три миллиона. А вот они три миллиона. Вот они все в банке. Солярыч, сразу пять карт. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Пять карт. И... Есть ли у тебя возможность завершить сейчас какой-нибудь комплект? Ну, давай посмотрим. Давай для начала пройдем вперед. Первое действие. Прошли вперед. Вторым действием. Вижу, вижу. Давай так. Вторым действием мы отправим сюда. И третье. Рента. Рента вот этого цвета. Два миллиона. Немного, но все-таки. Давай нам, давай нам еще раз уточним. Два миллиона. Ну, два миллиона вот одной купюрой. Пожалуйста. Ну, тренировочка. Говорит, я сейчас возьму две карты. И пора уже выигрывать. Пора уже выигрывать. Вынужденная сделка. Поменяй. Да? Поменяй. Давай-ка я так и сделаю. Вынужденная сделка. Соперник не говорит. Просто скажи нет. И у него забираю вот эту карту. Да, сейчас она перекочует вот сюда. А ему отдам, ну, скажем, вот эту вот площадь Маяковского. Отдал. Теперь смотри, что происходит. Эта карта появляется здесь. Эта карта здесь. И вот уже два комплекта есть. Да. А это только было первое действие. Вторым действием. Вторым действием, наверное, все-таки мы сыграем ренту. Но карту перевернем вот так. Да. Ренту, видишь? Ренту. Хотя зачем? Давай ренту за синий больше. Три миллиона. Пожалуйста. Три миллиона. А у него только два. Два заплатил. Миллиончик еще. Миллиончик. Миллиончик. А вот он миллиончик. Житную улицу отдает тонировочке. И третье действие. Третье действие. Ну, давай отправим вот сюда универсальную собственность. Будем собирать железную дорогу. Солярыч, бери две карты и постарайся выиграть. Ну что же, первым действием играем сюда парковую улицу. И чтобы это не был полный комплект, давай-ка мы сделаем так. Первое действие. Второе действие. И третье действие. И получается, что это очень опасно. Потому что если у соперника есть аферист, он сейчас заберет один из комплектов. Поэтому, знаешь, здесь все-таки давай-ка мы эту карту не будем играть. Да. Мы третьим действием украдем один объект собственности у другого игрока. Но нельзя брать собственность, которая является частью целого комплекта. Поэтому мы возьмем вот такую вот, да, кладем ее сюда. Мы украли. А вот сюда, ну, положили вот так универсальную. В свой ход можем перекладывать сколько угодно эту карту универсальной собственности. Но вот теперь, когда мы закончили, пожалуйста, теперь тонировочка берет две карты и говорит, Ай-яй-яй, сейчас бы вот с помощью этого афериста взяла бы полный комплект, перенесла сюда и все. Но. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Рента и дом. Может быть, все-таки я вижу вот такое, да? Вот такое. Давай-ка мы, да, расположим. Ну, а что поделаешь? Вот так расположили, да? И видишь, один миллиончик. Это первое действие. Вторым действием, вот он, свет. И заплатите нам, пожалуйста, один миллион. Из своего банка нет? Ну, тогда, пожалуйста, да, что-нибудь, что-нибудь давайте. Не хочется, конечно же, отдавать вот этот. А вот этот отдавать нельзя. Потому что стоит его только отдать. И если есть... А, нет. Это как раз-таки, это универсальная карта у него же. Ну, давай-ка отдадим площадь Маяковского. Хоть и дорогая штука, но для полного комплекта нужно три. Три вот таких. Ну и полный комплект мы забрать не можем. Дом. Ну, давай дом отправим вот сюда. На желтую улицу. И вот теперь Солярыч говорит, так, смотри, если это отправить сюда, будет полный комплект. Это отправить сюда будет полный комплект. И это полный комплект. Отлично! Солярыч выигрывает. Смотри, первым действием Арбат отправляется сюда. Это первое действие. Вторым действием, смотри, он просто перекладывает универсальную собственность сюда. Это второй комплект. И третий комплект, универсальная собственность, просто перекладывается вот сюда. Это третий комплект. Все, можно дальше не играть. Можно не вот эти два миллиона в банк. И вперед можно не идти, и даже отель не играть в банк, потому что можно превратить его в деньги, да? Что мы, собственно, сейчас и сделали. Это можно все не делать, потому что раз, два, три, три разноцветных комплекта собственности уже в руках у Солярыча. Солярыч победил в этом турнире. Солярыч отправляется во второй тур. И даже не во второй тур. Он отправляется в финал. И ждет он там либо клаксона, либо папаху. Первые пять карт берет на руку папаха. Раз, два, три, четыре, пять. И только после этого он возьмет две карты в начале своего хода. Ну и тут очевидно, что первым действием миллион в банк, вторым действием миллион в банк, и третьим действием четыре миллиона в банк. И вот уже в банке шесть миллионов. Клаксон. Раз, два, три, четыре, пять. Давай вот тебе пять карт. Ну и в начале хода две карты. Бери. Опять-таки, давай сначала первым действием два миллиона в банк. Вторым действием миллион в банк. И третьим действием, ну, пройдем вперед. Давай возьмем две карточки и посчитаем, сколько у нас на руке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Допустимо, потому что семь даже можно в конце своего хода оставить себе. Папаха. Папаха берет две карты и говорит, два миллиона в банк сразу. Ну и теперь давай смотреть. Так, красную, желудку вижу. Давай сыграем полянку и гоголевский бульвар. Вот такие три действия от Папахи. Ну а от Клаксона, вот он берет две карты и начинает разыгрывать. Пять миллионов в банк. Раз. Потом два и три. Вот так Клаксон решил ответить Папахе. Но Папаха не унимается. Он говорит, смотри, раз, два и три. Начинаем собирать объекты собственности, потому что в банке уже есть деньжата, и можно не бояться каких-то там, знаешь, дней рождений, которые могут сказать, просто у нас Клаксон или сборщика долгов. Ну, давай так. Вынужденная сделка, поменяй. Зачем нам менять? Нет, пока мы менять не будем. Пока что мы сделаем так. Давай возьмем раз, два и, ну, скажем, три. Вот так. Вот такие, да. Вот такие три действия. Две карты взяли. Пройди вперед первым действием. Давай пройдем вперед, посмотрим, что там. Вторым действием сыграем вот эту карту. И давай четыре миллиона в банк. Либо взять ренту. Да мало. Давай четыре в банк. Это третье действие. А Клаксон, Клаксон говорит, ну, знаете, я не буду торопиться. Миллион для начала в банк. Первое действие. Второе действие. Ну, посмотрим, что у тебя можно поменять. Поменять, поменять. Давай попробуем поменять. Да. Давай так и сделаем. Поменяем любой объект собственности. Знаешь, заберем вот этот, вот этот себе. А отдадим, ну, давай отдадим желтый, вот эту вот, желтую, желтую собственность. Это только второе действие. Но и третье действие, третье, третье, третье. Давай сделаем так. Ну, вот так повернем, да, и разыграем ренту. Нет, не хочу, не хочу ренту. Давай электростанцию. Знаешь, почему? Это третье действие. Потому что в следующий ход я, вот, универсальную собственность отправлю сюда, а потом разыграю ренту, и будет уже четыре миллиона. Вот почему. Ну, об этих планах еще ничего не знает Папаха. Десять миллионов отправляется в банк первым ходом. Вторым ходом вот сюда с ретинга. И, ну что, рента, 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 ну, давай ренту. И третьим действием ренту соберем один миллион. Немного, но все-таки приятно, когда миллион перекочевывает тебе в банк. Клаксон. Ну, клаксон сейчас что-нибудь соберет. Да, во-первых, универсальная собственность отправляется, наверное, вот сюда. Да, все-таки это лучше. Это первое действие. Вторым действием давай-ка собирать. Да, рента. Мы выбираем цвет оранжевый и пять миллионов ждем от соперника. Итак, второе действие пять миллионов. Ну, вот четыре и один. Вот тебе пять. Но это еще не все. Мы берем вот эту карточку и говорим так. Заплатите нам, пожалуйста, два миллиона. Два миллиона от вас мы ждем. Вот тебе два миллиона. Все, на этом, на этом все. Но теперь папаха говорит, я пройду вперед первым действием. Пройду вперед. Может быть там что-нибудь. О, аферист, это хорошо. Афериста играют для того, чтобы забрать полный комплект собственности. И, как вы слышите, в ответ мы не слышим. Нет. Да, забрали полный комплект собственности. И третьим действием. Да, кстати, давай сделаем вот так. Мы перекладываем. Вот у нас уже есть два полных комплекта собственности. И теперь... Теперь, теперь... А там нету никаких у нас универсальных. Вижу. Есть. Да, есть. Я вижу. Вот. Так, если это отправить сюда. Это сюда тоже самое получается. Ладно. Давай-ка мы сыграем ренту. Ренту. Ну, вот такую ренту. Сыграли. Желтый. Два миллиона. Два миллиона получили обратно. Спасибо. Но, как ты понимаешь, клаксон сейчас. Да, клаксон получил две карты и готов ответить по пахе и собрать свои три разноцветных комплекта собственности. Для начала клаксон, да, совершит хитрую сделку. Он украдет один объект собственности у другого игрока и нельзя только брать из полных комплектов. Но он возьмет вот эту желтую улицу. Это первое действие. Вторым действием отправит сюда. И третьим действием, говорит, у меня день рождения, поэтому два миллиона жду в качестве подарка. Два миллиона получил. И теперь по паха. Ну, ему тут осталось совсем ничего, как ты понимаешь, да? Совсем ничего. И вот этим одним ходом он побеждает в этой игре. Смотри. Первое действие. Он кладет вот сюда собственность. Но, видишь, и перекладывает ее сюда. Да. Это уже победа. Потому что здесь три, здесь три и здесь три объекта собственности. Но можно, знаешь как, можно положить сюда, можно сыграть вот так вторым действием сюда, понимаешь? И переложить сюда. Будет тогда вот эта улица. Но в любом случае по паха побеждает в этом турнире у клаксона и продвигается в финал. Я понимаю, что кто-то из вас болел за клаксона, но по паха встретится в финале с Соляричем. И кто из них будет написан вот в этом квадрате, в этом победном квадрате. Узнаем сразу после игры Солярича и Папахи. Посмотрим, кто победит. Солярич первым берет раз, два, три, четыре, пять карт. Он получает вот такие карты. Ну и в начале хода две карты, пожалуйста, сюда. Ну, конечно же, в банк 4 миллиона, 2 миллиона и пройдем вперед, да, пройдем вперед третьим действием и возьмем две карты. Все, на этом наш ход завершен. Дождемся, когда у соперника будет в банке 5 миллионов и соберем долги. Папаха, раз, два, три, четыре, пять. Вот какие у тебя карты в руке. Их пока никто не видит. И никто не видит, что у тебя также есть сборщик долгов. Первым действием 2 миллиона в банк. Вторым действием, ну что ж, давай-ка мы соберем долги. Да, соберем долги. Ты же не говоришь, просто скажи нет. Нет, 5 миллионов, а у него 6, и поэтому отдает все, что есть. Это второе действие. И третье действие, ну давай сыграем Курскую железную дорогу перед собой. Так, две карты. И посмотри, зеленый уже комплект готов. Но сначала давай так. Все игроки платят тебе 2 миллиона. Итак, 2 миллиона заплатили. Это первое действие. Вторым действием сборщик долгов. 5 миллионов заплатите. У него 6, но, конечно же, отдает тебе все без сдачи. И вот теперь третьим действием миллион в банк. Пока что миллионы, да, собираются в банках. А вот уже один комплект собственности есть на руках. Солярыщ может в следующий ход сыграть все эти три карты и собрать один комплект. Но папаха, подожди, папаха. Сейчас мы придумаем что-нибудь. Для начала давай вот так. Первым действием сюда. Вторым действием давай-ка мы соберем ренту. Здесь всего 2 миллиона, но все-таки 2 миллиона нам дайте. Да, это в банк. И еще, и еще хитрую сделку не провернуть. Потому что объектов собственности пока что Солярыщ не положил перед собой. А мы просто возьмем эти 3 миллиона, превратим в деньги. И в банке уже 5 миллионов. Хорошо. Хорошо. Солярыщ берет 2 карты. Пройдет вперед первым действием. Раз, два. Отлично. Вторым действием он ждет поздравления. 2 миллиона. Пожалуйста, 2 миллиона. Это второе действие. И третьим действием. Ну, давай, давай возьмем, сыграем Рублевское шоссе. В руке раз, два, три, четыре, пять, шесть. Допустимое количество карт. А у папахи вот такие карты. Ну, давай смотреть. Давай смотреть. Для начала давай сыграем Арбат. И сыграем Ренту. Да, Ренту. Выберем синий цвет. 3 миллиона. Заплатите нам. 3 миллиона. Ну, вот тебе 1 и 2. 3 миллиона. Это уже второе действие. Рента. И третьим действием он разыграет, наверное, электростанцию. Третьим действием разыграли. Ну, Солярыщ берет две карты. И начнет, наверное, с того, что сыграет раз, два. И, пожалуйста, заплатите нам, да, ренту в 4 миллиона. Вот 3 и 1, 4 миллиона заплатили. Хорошо. Вот для этого мы и делаем. Вынужденная сделка или хитрая сделка? Поменяй или укради? Наверное, все-таки мы... Мы, 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 мы же делаем. Сейчас мы... Мы, наверное, вот, хитрая сделка. Укради один объект собственности. И вот это вот щусево забирает он себе, а отдает ему, ну, что, взять ему, отдать вот эту электростанцию? Или все-таки Курскую железнодорогу? Да. Вот так. Это было первое действие. Второе действие. Второе действие. Наверное, поменять... Да, поменять. Поменяй. Любой объект своей собственности. Он забирает вот это. Да, вот это. А отдает электростанцию. Но сейчас, чтобы, чтобы полный комплект разбить, он вот так сделает. Это второе действие, да? Ну и третье действие. Ничего. Все. Ренту он не будет превращать в деньги и отправлять в банк. Пускай пока что лежит так. Так, Солярыч. Нужно чем-то отвечать. Нужно чем-то отвечать. Вот просто скажи, нет, хорошая карта. Ну, а теперь давай все-таки сделаем так. Раз. Теперь. Раз. Теперь рента. Два миллиона. Два. Заплатите вот эти два миллиона. Отдайте. И третьим действиям. Третьим. Давай-ка мы вот улицу Чайковского построили. Это третье действие. Папаха. Вперед две карты. И говорит. Раз действия. Два действия. И... Ну, что же сделать? Что сделать? Давай все-таки ренту превратим в деньги. И три действия. Ну, Солярыч сейчас посмотрит. Давай сначала пройдем вперед. Первым действием проходит вперед и берет две карты. Тут есть деньги. Давай все-таки сначала... Давай все-таки вторым действием. Сюда деньги. Дом. И вот еще миллион. Третье действие. Пока будем копить в банке деньги. Папаха берет две карты и пройдет вперед первым действием. Хоть бы, хоть бы. О, отлично. Десять миллионов. Это было первое действие. Вторым действием также пройдет вперед. Давай. И... Ага. Ну, давай. Третьим действием 10 миллионов банк. Немножко обезопасим свои объекты собственности. Теперь нужно как можно быстрее забрать у него эти 10 миллионов. Первое действие. Сюда. Раз. Либо сюда. Смотри. Опа. Полный комплект. Так. Полный комплект. Раз. Дом ни в коем случае нельзя строить на электростанции. И железных дорогах. Об этом нужно помнить. Это было раз. Это будет два. И это будет три. Вот такие объекты собственности появляются перед Солярочем. Ну, а здесь папаха говорит, сейчас, сейчас мы все придумаем. Итак, смотри, три миллиона, да? Три миллиона. И он играет так. Он играет для начала. Ренту. Выберите один из три миллиона. И смотри, три миллиона перекачивает сюда. Но тут же появляется карточка двойная рента. Поэтому еще три миллиона заплатить нам хорошо. Вот три миллиона. Это второе действие. И третьим действием давай-ка мы сыграем вот Пушкинскую улицу. Третье действие. Выполнено. Здесь универсальная собственность. Это хорошо. Давай так сделаем. Раз. Действие. Два. Действие. Это уже второй комплект собственности. Ты следишь за этим, да? И давай-ка мы два и три дом построим. И посмотрим, что там придумает папаха. Просто скажи нет, хорошо. Это отличное, отличное противодействие аферистам. Ну, давай так. Раз. Два. И ренту. Ренту два миллиона заплатите нам. Два миллиона заплатили. Но смотрите, что мы сейчас будем придумывать. Пять миллионов. Пять миллионов раз. Рента коричневая. Ну да. Давай заплатим все-таки вот эту ренту. И получается это всего лишь один миллион. Да. Два. Один миллион. Вот он. Один миллион. И третьим действием. Ну, что же нам? Давай третьим действием отель построим. На желтом комплекте собственности. Две карты. И два миллиона в банк. Раз. Поменять. Поменять. Что мы можем поменять? Давай смотреть. Поменяй. Поменяй. Наверное, вот эту возьмем. А вот эту. Вернее, вот эту возьмем сюда. А отдадим какой-нибудь красный комплект. Да. Поменяй. Давай вот так вот. Раз. Поменяли. Этот забрали себе. Отдали ему Пушкинскую улицу. Раз. Два. И, скажем, на этом все. Да, все. Третье действие не выполняет Папаха. Но две карточки берет Соляр. Сначала пройдет вперед. Первое действие. Две карты берет. Вперед прошел. Мало. Давай-ка. Вижу. Вторым действием он берет вот эту карту. Кладет ее сюда. И... Да, все. Да, все. Наверное, наверное, все-таки мы завершаем эту игру тем, что, смотри, выкладываем вот этот объект собственности. Это третье действие. Но смотри, как мы можем перекладывать в любой момент объекты собственности. Вот сейчас объект собственности заблокирован карточкой отель и дом. И поэтому я могу их сбросить только в банк. Вот таким образом. Да, к сожалению, они превращаются только в деньги. И вот сюда я перекладываю универсальную собственность, а вот сюда я перекладываю желтую. И таким образом получается, вот они. Один комплект, второй комплект и третий комплект. Все. Это победа Солярыча. Именно его имя будет вписано в победный квадрат этого турнира. И вписан он вот так. Солярыч. И вот эти 10 миллионов тебе в качестве награды.